— Как извелась? — недоверчиво спросил Нехлюдов. — С натуги кормились. Как бог свят, извелась. Взяли мы ее за прошлый год из Бабурина, — продолжала она, вдруг переменяя свое озлобленное выражение на слезливое и печальное. Ну, баба была молодая, свежая, смирная, родной. — Дом-то у отца, за заловками, в холле жила, нужды не видала. И как к нам поступила, как нашу работу узнала и на барщину, и дома, и везде. — А надо я, только и было. Мне что, я баба привычная, она же в тяжести была, отец ты мой, да горе стала терпеть. А все через силу работало, ну, и надорвалась сердешная. Летось Петровками еще на беду мальчишку родила. А хлебушка не было, кое-что, кое-что ели, отец ты мой. Работа же спешной подошла, у ней груди и пересохни. — Детенок первенький был, кровенки нету те, да и дело наше мужицкое. Где уж рожком выкромишь? Ну, известно, бабья глупость, она этим пуще убиваться стала. А как детенок помер, уж она с той кручины выила-выила, голосила-голосила, да нужда, да работа, все хуже да хуже. Так извелась в лето сердешное, что к покрову и сама кончилась. — Он ее порешил, бестия! — снова с отчаянной злобой обратилась она к сыну. — Что я тебя просить хотела, ваше сиятельство? — продолжала она после небольшого молчания, понижая голос и кланяясь. — Что? — рассеянно спросил Нехлюдов, еще взволнованный ее рассказом. — Ведь он мужик еще молодой. — От меня уж канон работы ждать. Нынче жива, а завтра помру. Как ему без жены быть? Ведь он тебе не мужик будет. — Обдумай ты нас как-нибудь, отец ты наш. То есть ты женить его хочешь? Что ж, это дело. — Сделай божескую милость. Вы наши отцы-матери. И, сделав знак своему сыну, она с ним вместе грохнулась в ноги барину. — Зачем ты в землю кланяешься? — говорил Нехлюдов, с досадой поднимая ее за плечи. — Разве нельзя так сказать? Ты знаешь, что я этого не люблю. — Жени сына, пожалуйста, я очень рад, коли у тебя есть невеста на примете. Старуха поднялась и стала рукавом утирать сухие глаза. Давыдка последовал ее примеру и, потерев глаза пухлым кулаком, в том же терпеливо покорном положении, продолжал стоять и слушать, что говорила Арина. — Невеста-то есть как не быть. Вот Васютка Михейкина. Девка ничего, да ведь без твоей воли не пойдет. — Разве она не согласна? — Нет, кормилец, коли по согласию пойдет. — Ну так что ж делать? Я принуждать не могу. Поищите другую, не у себя, так у чужих. Я выкуплю, только бы шла по своей охоте, а насильно выдать замуж нельзя, и закона такого нет, да и грех это большой. Эй, кормилец, достаточно ли дело, глядя на нашу жизнь, да на нашу нищету, чтобы охотой пошла? Солдатка самая и та такой нужды на себя принять не захочет. Какой мужик девку к нам во двор отдаст? Отчаянный не отдаст, ведь мы голь, нищета. Одну скажут, почитай, что с голоду заморили. Так и моей тоже будет. Кто отдаст? Прибавила она, недоверчиво качая головой. Рассуди, ваше сиятельство. Так что ж я могу сделать? Обдумай ты нас как-нибудь, родимый, — повторила убедительно Арина. Что ж нам делать? Так что ж я могу обдумать? Я тоже ничего не могу сделать для вас в этом случае. — Кто ж нас обдумает, коль не ты? — сказала Арина, опустив голову и с выражением печального недоумения разводя руками. — Вот хлеба вы просили, так я прикажу вам отпустить, — сказал барин после небольшого молчания, во время которого Арина вздыхала и Давыдков вторил ей. — А больше я ничего не могу сделать. Нехлюдов вышел в сене. Мать и сын, кланяясь, вышли за барином. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok